МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Стратегия развития МНПЗ завершает реализацию буйного инвестпроекта. Рэха войны. Под жлобином знайшли фрагменты советского штурмовика Ил-2. Развитання со школой. У регионе прайшли выпускные. Разом с батьками республиканский флешмоб по доброупорядкованні і навядзенні парадку подхапіў Гомель. А зараз об гэтым і іншым більш подробязна. Сёння гэта тяжка уявіць, але одно з буйнейшых предприємствоў Гомельскай в області Мазырскі нафтоперапрацовчызавод мог бы ўжо і не існаваць. Рашэні обнаданніяму другога жыцця Амаль 20 гадоў таму прыняў президент Беларусі. Зараз тут завершаецца реалізація яшчэднаго праекта, які дазволіць вывісті МНПЗ ўліквы творчасцяў сусветнага ўзроўню. Гісторія і перспіктывы завода ў матаріялі нашых корэспандэнтаў. Мазырскі нафтоперапрацовчызавод адлік сваю історіў вядзе са студзеня 1975 гада, калі тут была отрымана першая таварная продукція – аутамабільный бензін. Правда, глыбеня перапрацовкі тады складала ўсяго 50 процэнтав. Алига тага хапала, бо ў энергітышнага комплексу республикі тады была вялікая патрыбнасцьў в Мазуте. У селеким разе до 90-х гадоў минулого стагодзе экономичны стан завода заставаўся устойливым. Пасля развалу Савецкага Саюза ситуація зміниласья кардынальна. Настолькі, што мазырскі нафтоперапрацовчы меркавалася закрыць, а ўсю нафту накеровываць на новополаскі нафтан. Анатольку Пряяну ў той час был генеральным дырэкторам предприемства і добра памяты эту нараду зуделам керавніка Беларусі. Заміст сяміх велін, продуглежженых парадкам дня, ён стоял на трибуне 40. Был пиракананы. Каліна Мазырскім пирапрацовчам провести реконструкцію, предприемство будя рентабельным. Александр Григорьевич начал мне задавать попутные вопросы, и в результате дискуссія возникла, которая продолжалась примерно 40 минут. В конце он сказал о том, что я думаю, что ты, конечно, говориш правду, поэтому предлагаю такой вариант. Комиссану здравственного контроля проверят предприятия, доложат мне. Потом ты приедешь ко мне лично и доложишь о состоянии дел уже з глазу на глаз. Так было и сделано. После этого президент приехал на Мозовский НПЗ. Было расширенное совещание с участием акціонеров российской стороны компании «Славнефть» в лице президента. И Александр Григорьевич выслушал мои доказательства о необходимости дальнейшей реконструкции Мозовского НПЗ, посмотрел завод и было принято историческое решение о том, что необходимо двум акціонерам компании «Славнефть» и консервному «Белнефтехим» вложить денежные средства в дальнейшую реконструкцию завода строительства установки каталитического крекинга. Установка каталитического крекинга, которую тогда распрасывали денежные и зараз. У наместника начальника каталитического вытворчасти бензину Алексея Баласуна заховалася первая продукция, отриманная на этом обсталявании бензин марки АИ-72. На початку 2000-х это было значным досягнением. Летось установку модернизовали, зараз на новом обсталявании завершаются пусконаладышные работы. Теперь объемы перепрасовки сыровины повеличатся прикладно на 40% с адповедным поляпшением якости. Дарыш, зараз на МНПЗ уже отримливают автомобильный бензин марки АИ-100. Модернизация дала увеличение переработки дополнительного сырья, увеличение глубины переработки сырья, получение дополнительных объемов товарной продукции, ну и, соответственно, увеличилась рентабельность финансового состояния завода. В целом, вот что дала данная реконструкция. Реконструкция Мазырского нафтоперепроцовщего завода протягивается. Зараз тут реализуется масштабный проект по будовнествию посудности еще одного завода. Его задача отримания замест мазута, яке лишится низкорентабельным и до того же экологично небеспечным продуктом, бензину высокой якости. На сегодня готовность разных объектов от 70 до 95%. Головная мета повышения глубины переработки нафты и вытворчность продукции на узровне европейских стандартов якости. Введение в строй этого комплекса позволит увеличить глубину переработки до 90%, увеличить выход светлых нефтепродуктов до 77%. Это уже мировой уровень нефтепереработки. Это то, к чему мы стремимся. Ну и на этом, я считаю, мы не останавливаемся. Уже целый ряд проектов у нас в планах с целью дальнейшей модернизации и развития предприятия. Под Жлобином в районе везки Луговая Вирня знайдены обломки советского штурмовика Ил-2 часов Великой Айчинной войны. Вероятно, он был сбитый в 1944 году в ходе военной операции Багратион. Место крушения подказал Жихар Жлобина, который в детстве видел этот самолет. До работа в этом неделе приступили войсковцы 52-го особного специализованного пошукового батальона Министерства обороны и Минска. При крушении штурмовик практически целиком сошел под землю, что ускладняет процессы под работой додатковой тяжкой техники. Уже знайдены частка винта, фрагменты авиационной гарматы, редуктора и бронелисты, частка бензобака, броневанное шкло, шасси, а так само два реактивные снорады. Удалось найти останки, костные останки экипажа. 52-й батальон их здесь экзумировал, то есть они их уже все это собрали, увезли. Ну и останки самолета, то есть бронеплиты, то есть очень много деталей, номерные детали. Ну на 90-е я вообще до последнего не утверждаю, не говорю, что будет все нормально, но можно сказать, что экипаж будет установлен на 90-е процентов. Останки двух летчиков, пилота и стрелка, знайдены без медальона, а у тому их особы треба буде установить. Однако это махчимо сделать по номеру авиационного руховика. Зараз пошуковики ждут технику, чтобы вытягнуть на поверхню ГТ-агрегат вагой 800 килограммов. Все знайдены элементы передадутся в Жлобинский историко-краизнавчий музей для дальнейшего доследования. Жихарови у Скелопатина Гомельского района уже больше как два года тревожит экологичная ситуация в населенном пункте. Причина размещены поблизу участок, по перепроцовуце другостных ресурсов предприемства «Утилизатор». Однако службы, которые не одноджи проводили проверки, порушений не выявили. Тем не менее, керавництво предприемства пошло на сустрич по жаданиям людей и плануя в ближайший час перенести вытворчасть. Дмитрий Товариство с обмежеванной отказностью «Утилизатор» занимается утилизацией и перепроцовкой отходов вытворчасти. Былое смете отрымливое другое житё и зно может выкористовываться. У Гомеля компания начала працовать в 2016 году. Зараз кле областного центра находятся несколько вытворчих участков. Один из них больше за два года тому появился побоч звездкой Лопатина. Что день тут перепроцовывают кле хорам такое суседство пришлось недосподобы. Дескомфортно, конечно, потому что когда ветра летит, это пыль отсюда. Первый шум. Люди жалуются. Будем надеяться, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. При размещении предприемства на этой местной санитарной службе района были предоставлены все документы, проведена гигиеничная экспертиза и оценка риски для здоровья людей. Ниаких порушений не выявлено. На протягу двух годов неодноразово проходил мониторинг поветра, глебы и участков жихоров везки Лопатина. И снова нияких фактов, которые могли заборонить деятельность предприемства. Но меркование людей это не изменило. Конечно, размещение такого объекта вблизи участков граждан и домов несет социальная напряженность. И поэтому мы ставим вопрос, чтобы данную площадку переместили на другое место. У мясцовым райвы конками притремливаются аналогичные позиции. На усе скарги улады реаговали и информовали на контрразвитие ситуации. Вести, якое задовольняю, у всех знойдено. С компанией «Утилизатор» домовились о переносе вытворчей пляцовки у иншая месса. Зараз баки працуют над оформлением необходных документов. С учетом того, что данный объект все-таки приносит определенные с момента поступления первой жалобы прорабатывался вопрос подбора другой площадки для данного субъекта, так как все же он занимается достаточно востребованным на сегодняшний день видом деятельности по утилизации и переработке вторичных материальных ресурсов. Поэтому на сегодняшний день подобрана такая площадка, которая находится на значительном удалении от всех населенных пунктов. И впоследствии все-таки мы ставим вопрос как перед собственником, так и перед этим предприятием о том, что необходимо освобождать данную площадку. Зразумело перенести такую могутную вытворчность немогчима у степлые термины. На ГЭТАС потребуется час, а ЛЕК стверждает на предприемстве ждать недолго. При этом обещают вырешить все часовые складанности, выкликанные заявлением пылу у поветры. В настоящее время активно прорабатывается вопрос восстановления работоспособности имеющейся скважины, что позволит нам проводить обеспыливание территории материала подъезжающих подъездных путей. Применительно к данной площадке планируется существенное сокращение объема принимаемых вторичных материальных ресурсов с целью их дальнейшей переработки и вовлечения в использование с появлением очередной площадки, на которой сегодня готовятся документы по юридическому отводу земельного участка. по срокам это буквально в течение двух-трех месяцев. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. Протягиваем выпуск. Вось изтихли опошние звонки в школах. По воле лесу для селетних выпускников развитание с дятинством припало на нелегкий час. Наставники сделали все махчимое, чтобы опошний день в стенах школы покинул у детей только теплые вспомины. Наша здымочная бригада наведала Гомельскую середнюю школу номер 27, как переконаться эпидситуация не в силах сапсовать выпускникам свята. Для 27-й школы селетний выпуск особливый. 11А и 11Б сопроводны зорные классы, которые зауседы останутся в сердцах наставников. Яны многократные переможцы олимпиад по самых разных предметах, интеллектуальных гульняв и спортивных спаборництвов, займается миротворшей деянностью и творчастью. Керауництва школы не може позбавить такую талиновитую молодь радостных святочных момантов. Али безпека выше и за все. У першыню опошний звонок прагучаў тут не у актовой зале, а на школьном двары. Таким чыном святочный настрой забеспечили не только выпускникам а их родным, а и усим прохожим. Гоноровым гостям мероприемства стал Тимофей Глушаков, старшыня Гомельского областного отделения Беларусского фонда Миру. Для его 27-я школа, якая носить гордое звание школы мира, неотъемная частка життя. Тимофей Иванович спадзеется, что гэты хлопцы и девчаты на заусёду души застанутся миротворцами. Сегодня дружба, согласие и взаимопонимание это одна из главнейших задач в настоящее время, потому что в мире несколько неспокойно, так вот молодёжь должна вносить определённую лепту в это дело. Для школы важно, как дети отшули. Наставникам и керовникам установы соправды нелёгко расставаться с выхованцами. Я нажидаю тем только лепшего и верить, что родная школа николи не покиня их память. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам за труд. Вам будут говорить о сотне дорог, и это правда. Но выбирайте одну и идите по ней честно и прямо, так, как учила все эти 11 лет вас 27-я школа. Выпускники ценят старания у всех тех, кто стал для них другими батьками. Никто не застался бы Яковым. Я хочу выразить благодарность, признательность и любовь своей родной школе за то, что в такое непростое время для нас был организован выпускной торжественный вечер. Я надеюсь, что я поступлю, не хочу разочаровывать своих учителей и школу, ведь они все это время готовили нас. Люблю своих одноклассников, учителей, школу, администрацию за все то время, что я здесь учился. Я бы тоже хотела поблагодарить всех учителей администрации школы и родителей, которые помогли нам пройти весь этот сложный путь, столько лет, сколько мы провели в этой школе. И я безмерно счастлива находиться здесь и сейчас. Я рада всем своим одноклассникам и ребятам из Параллели. И я, в принципе, просто счастлива. Я надеюсь, дальше будет только лучше. До нового дорослого життя застались и мгненни. У каждого свои планы на будущее, но у всех объем новое разумение. Их школа – соправдная семья. И никакие внешние обставины не сдольны это изменить. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадио компания Гомель. Разом с батьками в Украине протягивается акция БРСМ, присвеченная году Малой Радимы. Так, например, волонтеры Советского районного комитета добро упорядковали детячую пляцовку по улице Владимирова. Молодые батьки звернулись с такой пропановой до активистов, а так само набыли необходные фарбы и прилады. Не глядя на спякоту, хлопцы и девчаты сдолили привести двор у парадок. А кроме того, БРСМ запрашает усех принять видеоролик, как папа занимается зарядкой со своими детьми, загрузить в любой мессенджер, это будет Инстаграм, контакт, поставить хэштег «разом с батьком» и лучших победителей мы будем награждать именно как от организации Советского района и уже дальше по возрастающей. По целому, на территории Гомельской области в рамках проекта будет организовано больше 30 мероприемств У. В неделе в Беларуси означает Сусветный День Донора. Гэтая дата я ше один напомин об важности донорства. Ваша кровь можа выратывать життё, альбо навод некальки життё, калі подзялит яе на компаненты. Правда, донорам можа стать толькі здоровы чалавек. Праконсультавацца по пытаннях здорового ладу життя и донорства крыви можна у Гомельским городским центры гигиены и эпидемиологии. 12 и 14 червеня с 11 до 12 урож гигиенист Денис Кебеков проведе промыя лініи. Нумар телефона 2549 06. Гэтая, таксама, іншая новіна, інформацію об праектах телерадоя компании Гомель вы можете знайсці на нашым сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by На хэтым выпуск завершен усяго вам добрых и до новых сустречу эфіры. Де факта на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян здравствуйте. Для жительницы Светлогорска купание в реке едва не закончилось трагедией. В службу спасения поступил сигнал. В районе набережной площади в реке Березина тонет человек. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, женщина уже находилась в лодке работников освода. Гражданка 1965 года рождения не рассчитала свои силы и из-за высокого парапета набережной не смогла самостоятельно выбраться на берег. В Жлобинском районе теленок провалился в технологический колодец. Выбраться самостоятельно животному не удалось, а хозяин теленка оказался не в силах вытащить его на поверхность. Потребовалась помощь спасателей. Работникам МЧС пришлось разобрать колодец, чтобы спасти животное. С помощью спасательной веревки его вытянули на землю. Теленок не пострадал, ветеринарной помощи не нуждается. Мошенница из Чечерска оформляла рассрочки на покупку мобильных телефонов по чужим паспортам, а затем продавала гаджеты в интернете по заниженным ценам. 24-летняя жительница райцентра тайно фотографировала паспорта знакомых. Оформлять рассрочки ей помогала знакомая из салона сотовой связи. В ближайшее время действием девушек будет дана правовая оценка. В Жлобинском районе работники МЧС проводят рейды по лесным угодьям. Спасатели напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности в лесах. Важное место в проведении рейда занимает проверка оснащенности работников лесного хозяйства. Они должны быть обеспечены средствами противопожарной защиты и уметь их использовать. МЧС напоминает соблюдение правил безопасности поможет спасти природу от безжалостного огня. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Решающий бой за бронзу завтра гомельская БЧС играет со столицей. Второй матч серии за бронзовые награды чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Гомеле на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 16.00. Команде Дмитрия Камека необходимо отыгрывать дефицит в три мяча. В Минске в первом матче БЧ проиграла 1-4. Поединок пройдет при пустых трибунах. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном канале Ассоциации мини-футбола «Футзал Беларусь» на YouTube. Смена рулевого волейбольной команде «Энергия» Дмитрий Лихорад покидает пост главного тренера гомельского коллектива. Специалист возглавлял команду два сезона с момента основания. За это время в копилке у энергетиков бронзочемпионата страны и две бронзы кубка. Также клуб покидает Либера Егор Ковалев. Продолжат защищать святые энергии Николай Кочмаров и Евгений Ходинок. Игроки подписали новое соглашение с командой. В начале Большого Пути менее года назад в Гомеле на берегу Грибного канала открыли биатлонный комплекс, получивший название «СОЖ». Сейчас тут тренируются не только гомельские юные биатлонисты, но и их коллеги из Жлобина. Церемония запуска нового спортообъекта получилась масштабной. В числе гостей были прославлены представители этого вида спорта, олимпийские чемпионы и призеры, призеры чемпионатов мира. Стоит отметить, что биатлон в нашей стране в особой рекламе не нуждается. Желающих повторить спортивный путь Светланы Парамыгиной, Дарьи Домрачевой или Надежды Скордина думается в достатке. После строительства в Гомеле биатлонного комплекса дорога к мечте стала короче. Биатлон в нашем областном центре был ранее, однако условия для учебно-тренировочного и соревновательного процесса были, мягко говоря, не очень. Теперь эта проблема снята. Биатлонный тир на 24 установки, трасса длиной в километр и снежные пушки. Созданы все условия для того, чтобы дети осуществляли тренировочный процесс. Вопросы, возникающие в процессе тренировок, мы снимаем администрации, приобретаем то, что необходимо для учебно-тренировочного процесса. Объект передали на баланс тогда еще Центр Олимпийского резерва по грибным видам спорта, где открыли отделение биатлона. Сейчас здесь занимаются около 70 человек. С ними работают три тренера. Молодым специалистам приходится начинать все практически с чистого листа и создавать гомельскую биатлонную школу. В этом-то, говорят, и соль. Чем сложнее задача, тем интереснее. Если делать все по уму, грамотно, то можно создать очень хорошую систему, которая будет работать на многие годы вперед. Для достижения запланированных высот есть все необходимое. Биатлонный комплекс идеален для подготовки резервы и обучения биатлонным АЗАМ. Достатки необходимого оборудования. А вот что действительно хотелось бы увеличить, так это число занимающихся детей. Всегда мало. То есть, ну, понятное дело, что там набрано все, как по закону положено, но всегда хочется больше, чтобы было. То есть охват, чем больше охват, тем интереснее в первую же очередь тренеру и интереснее спортсмену, то есть детям, которые приходят. Чем их больше, чем выше конкуренция, ну, соответственно, тем выше результат. Если в Гомеле все только начинается, то в Жлобине уже есть чем похвастаться. Воспитанники местного АЦОРа уже в рядах национальной команды. Проблема в том, что из биатлонной инфраструктуры в райцентре только лыжероллерная трасса. А вот повышать стрелковое мастерство просто негде. На выездные учебно-тренировочные сборы ситуацию, конечно, спасают, однако это тоже не панацея. А теперь в период пандемии выехать вообще стало проблемой. С момента открытия базы в областном центре жлобинчане постоянные гости. Стрелковая подготовка это то, зачем тренеры и их воспитанники два раза в неделю приезжают в Гомель. В этот период, когда уходит коронавирус, никого не выпускают ни на какие сборы. И повезло тем, у кого есть в области стрельбище, страсса. У нас нету даже тира ни одного в городе. Нам даже тира, даже просто обучить детей элементарной манипуляцией, у меня нету возможности. У меня вся возможность, что я их собираю, вывожу куда-то или на ОТС поехали, и там мы учимся. Не только спорт высших достижений. Гомельский биатлонный комплекс открыт для всех желающих. Лыжи-роллеры также покупать не обязательно. Здесь их можно взять в аренду. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова